В конце прошлой недели в Реутове прошел второй всероссийский форум «Взгляд молодежи на пути развития оборонных предприятий». Его организовали градообразующее предприятие НПО «Машиностроение» и Московское областное региональное отделение «Союза машиностроителей России». Цель мероприятия – создать площадку для обмена опытом и, главное, раскрыть творческий потенциал молодых кадров. У нас работает активная молодежь, которая готова ставить и решать вопросы, актуальные не только для предприятия, но и для всей отрасли. Нам есть чем поделиться в плане работы с молодежью, но при этом мы готовы и стремимся учиться, узнавать новое, аккумулировать и применять передовой опыт. В форуме приняли участие специалисты более чем 70 организаций, в том числе Росатома, Роскосмоса и Ростеха. Из разных уголков страны сюда приехали молодые инженеры, сотрудники профсоюзов, генеральные директора корпораций, а также партнеры НПО «Машиностроение». Для меня лично этот форум как раз – это обменяться опытом с коллегами, узнать, завести новые контакты, во-первых, уточнить, есть ли в других субъектах федерации такие конференции подобные, и что после первой конференции в 2019 году, что изменилось по сравнению с 2021, если 20-й не брать с учетом тех последствий, которые мы увидели и не только в отрасли УПК. Форум состоялся в деловом комплексе «Мир». В день открытия там провели пленарное заседание, на котором с приветственным словом выступили заместитель главы Реутова Николай Ковалев и председатель Московского областного отделения Союза машиностроителей России Валерий Бунак. После участники разделились по секциям, на которых зачитали лекции и доклады, провели профессиональные тренинги и мастер-классы. Кстати, прошлый такой форум также проходил в Реутве в 2019 году и, по словам специалистов, НПО «Машиностроение» оказался очень результативным. Были выработаны три предложения в комиссию ВПК. Они касались по большей части организации производства гражданской продукции по поручению президента Владимира Путина. Заключались в маркетинговых центрах, организации маркетинговых центров для предприятий. Поднимался вопрос экономического характера. Как вы могли слышать, письмо было получено комиссией ВПК, рассмотрено. И уже на последующих мероприятиях комиссии ВПК эти вопросы поднимались и прорабатывались. Напомним, НПО «Машиностроение» проводит активную работу с молодежью. В частности, специалисты предприятия тесно сотрудничают с детским технопарком «Изобритариум» и преподают в городском лицее. Там созданы профильные инженерно-технические классы, подготовка в которых помогает ребятам поступить в ведущие вузы страны. Например, на аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана. Он, кстати, базируется на территории НПО.